Добрый день и добро пожаловать в компанию Samsung Display. Сегодня наш главный маркетолог продемонстрирует свой способ разработки названий мониторов. Здравствуйте, меня зовут ODC. У нас множество моделей, я назову лишь самые популярные. GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming Pro OC. Это реально существующая видеокарта. Я знаю, многих достали эти названия и то, что нас намеренно пытаются запутать. О тех процессах мы даже сняли целый ролик, как вам Intel 7, который на самом деле 10 нанометров. Я уже молчу про удар маркетологов о клавиатуру в названиях мониторов. Они уже путаются сами. AMD в этом году выкатила мобильный процессор Ryzen 9 7940HX, хотя по новым правилам, выпущенные в 2024 году камни должны начинаться с восьмерки. Сегодня говорим, как мы пришли к ребусам в названиях процессоров, видеокарт и всего остального, и как не попасться на трюки компьютерных маркетологов. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Пытаемся понять, зачем и почему им необходимо нас запутать. Поехали. А как все хорошо начиналось в 90-х, когда суровые инженеры не подпускали к электронике маркетологов. Нужно узнать характеристики процессора, просто на него посмотри. Написаны и частота, и даже объем кэша, и шина. Буквально все, что нужно. Сейчас что Intel, что AMD пишут на крышке только названия. Нужны детали? Ты современный человек с интернетом в кармане. Что лучше? RTX 4070 Super или 4070 Ti? И тут ведь без поиска в интернете никуда. Оба слова звучат однозначно круто, но нужно гуглить. А вот в 2005-06 годах пользователям нужно было понять, что быстрее. GeForce 7800 GTX 512, просто GTX GS или GT. Тогда у 7900 было 5 вариантов. Даже ГТО. Если уж совсем докапываться, полные наименования ОЗУ — вот где настоящие ребусы. Например, у Kingston цифры в конце модели указывают на число планок и полный объем. А вот у дата такого нет. В их названиях угадывается только частота и объем одного модуля. Остальные числа тоже что-то означают, но у каждого производителя по-своему. И запомнить их все просто нереально. Но про мониторы вы знаете. В лучшем случае пара цифр абракадабры дадут диагональ, и то еще нужно угадать, на какие именно цифры смотреть. Весь остальной набор символов не говорит обычному пользователю буквально ничего. А ведь можно было зашифровать в название герцовку или тип матрицы. Наклейки Nvidia на ноутбуках — просто наклейки, не говорящие даже о поколении видеокарты. А названия лэптопов совершенно не проливают свет ни на год выпуска, ни на железо, ни на диагональ. Но самое веселое начинается, когда маркетологи решают, что они самые умные и способны исправить проблему маркировок. Возьмем мобильный Ryzen. Изначально с их названиями проблем не было. Первая цифра всегда означала поколение. Второе — уровень чипа. Последние две чащи были нулями, только в рефрешах для значимости ставили пятерку. То есть в целом никакого смысла они не несли. Исключения были только в линейке Ryzen 5000U, где пара чипов были на самом деле перемаркированными решениями из 4000 серии. Но в основном логика имен была проста и понятна. А для определения приблизительного уровня производительности процессора AMD нужно было знать всего две цифры. В 7000 серии AMD поменяла вообще все. Теперь первая цифра — это год выхода. 2023 — не третий, а сразу седьмой. Получается, 25-й будет девятым, ну а дальше придумаем что-то новое. Вторая цифра — модель в линейке, тут все оставили как и было. Третья — архитектура. Если 4, значит Zen 4. Логично. Правда, существует еще Zen Plus и Zen 3 Plus. Но маркетологи этого не знали и смешали все в кучу. Ну и последняя цифра теперь показывает старшая эта модель или младшая. Запомнили? Нет. Инженеры AMD тоже. Поэтому спустя год новые Ryzen нарушают эту великолепную логику. Уверен по уважительной причине. У Intel там вообще в названиях глобальные реформы. Чтобы показать важность своих мобильных чиплетных процессоров MAD in США, впервые с 90-х и 486-х чипы Intel снова производятся в Штатах. Компания под это дело решила начать счет с нуля. А чтобы отделить от по-настоящему первого поколения Core из 2009-го, маркетологи решили просто выкинуть букву И из индекса. Заодно добавив модное слово Ultra в название. Так что больше нет никаких i7. Теперь просто Core Ultra 7 или Core 7. Вот что лучше? Core Ultra 5 или просто Core 7? Первые формально ниже в линейке, но зато с премиальной приставкой. Ответа пока нет, официально Intel лишь представила новую маркировку, а все текущие Meteor Lake поголовно Ultra. Так что ждем в будущем новую синюю шараду. Но даже в текущих процессорах есть проблемы с названиями. Взять, например, два камня. Core Ultra 5 125U и 134U. Формально второй имеет больший индекс и должен быть быстрее. Но на практике при одинаковом наборе ядер у него ниже частота и меньше максимальный объем памяти, еще и TDP урезан почти вдвое. То есть в реальных задачах младший процессор 125U будет ощутимо быстрее 134U. Но ведь есть примеры хороших маркировок. Взять, например, Wi-Fi. Еще пять лет назад мы гадали, что лучше 802.11n или 802.11ac. В 2016 году Альянс Wi-Fi собрался и постановил, что теперь вместо этих непонятных названий будем писать просто цифры. И ведь нормальной работы. Всем очевидно, что Wi-Fi 5 хуже, чем 6, а Wi-Fi 7 самый продвинутый и новый. Корейцам из Samsung тоже не чужда логика. Последние несколько лет версии их флагманских Galaxy S привязаны к году выпуска. Например, свежий топ, представленный пару недель назад, это S24. Все снова легко и понятно. С блоками питания тоже все просто. Здесь большая часть производителей прямо в названии указывает самый важный параметр – количество ватт. В версиях Android и iOS тоже все по логике. Каждый год выходит новая ось, и ни у кого нет сложностей с пониманием, что Android 14 новее 13-го, а Android 4 не запускает WhatsApp на телефоне вашей бабушки. Так почему же кто-то из производителей использует понятные и логичные названия, а кто-то занимается откровенным мухляжом? Вероятно, им есть что скрывать. AMD не просто так придумала новую маркировку процессоров именно в линейке Ryzen 7000. Неожиданно половина чипов, построенный не на свежей архитектуре Zen 4, а на куда более старых Zen 3 и даже Zen 2. Пользователи, привыкшие не смотреть на последние две цифры, легко попадаются на эту удочку. Нам всем кажется, что Ryzen 7020 от 7040 отличается слабо. На деле, между ними пропасть в два поколения. Зачем это AMD? Разумеется, для того, чтобы сбыть старые чипы под видом формально новых. У Intel ситуация аналогичная. Мобильные Meteor Lake вышли технологичными, но вот по производительности они не особо быстрее предыдущих чипов компании, а свежий Ryzen и вовсе чистенько впереди. Какой выход? Разумеется, переименовать как можно пафосней. Кстати, легко определить возраст синих маркетологов. Только люди, рожденные в нулевых, смогут отказаться от легендарных брендов Pentium и Celeron. Как их можно было переименовать просто в Intel N. Но не путать с N300 и N305. Это линейка i3, от которой, напомню, отказалась другая группа маркетологов Intel. А вот почему так по-суперски поступила Nvidia понятно. Случился бум майнинга на видеокартах и по привычке зарабатывать много денег, цены на топовые RTX 40 подняли, объясняя это доплатой за технологичность. Но вот про майнинг уже все забыли, рынок GPU качнуло в сторону красных, которые за ту же стоимость предлагают ощутимо большую производительность, а снизу стучится еще и Intel со своими этими ARC. Деньги и так сейчас тоннами текут от графических вычислителей под искусственный интеллект, и пора бы уже все переиграть. Вспоминаем про приставку Super, выкатываем три обновленных карты, которые стали быстрее, но при этом не подорожали, а в случае с RTX 4080 Super даже подешевели. Профит. На фоне этой борьбы за кошельки пользователей становится понятно, почему некоторые компании наоборот меняют маркировку на более понятную. Альянс Wi-Fi в своей области — монополист. Никто больше не предлагает быструю передачу данных по воздуху, поэтому им нет смысла отпугивать покупателя непонятными индексами. А блоки питания для большинства пользователей — просто черные ящики, и обзорщики с непонятными DC-DC трансформаторами и диодами шотки — техномаги. Поэтому здесь производители не мухлюют, практически всегда честно указывая в названиях самый важный для большинства параметр — мощность. Одно ясно — чем длиннее, круче и запутаннее название, тем больше времени нужно, чтобы в этом разобраться. Громкие слова о том, что наши процессоры стали в два раза технологичнее, нередко сопровождаются мелким шрифтом на слайде про то, что это относится не ко всему, и вообще-то вон блоков искусственного интеллекта стало в два раза больше. По закону производители обязаны сообщать технические характеристики своей продукции. Именно поэтому AMD не стала дожидаться исков и теперь честно пишет про малые ядра Zen 4s, а не плюсует их большим. Да, 8500G имеет шесть ядер, но только два из них большие. Как по мне, цель всех этих обновленных названий и непонятных индексов — чтобы нас запутать. Сейчас, во времена постоянных рефрешей, нередко более старый процессор может быть ничуть не хуже более дорогого нового. Поэтому внимательно изучаем ТТХ. На связи был МК, расшифровывается как мой компьютер. Меня зовут Михаил Крошин. В описании наша телега, там вы найдете простые таблицы с рейтингами процессоров и видеокарт, а также сможете читать короткие IT-новости, которые мы вместе с вами обсуждаем. Еще увидимся. Пока.